Партнерство Россия и США я могу оценить как неизбежное. Одной этой фразой министр иностранных дел России выразил всю сущность стремительно охлаждающихся отношений с Америкой и необходимость их продолжения. Сергей Лавров строит конструктивный диалог, когда политики срываются на крик, ведет трудные переговоры между ближневосточными диктаторами и западными экспортерами демократии. Единственный министр, которого никогда не критикуют в России, уважая его высокий профессионализм и кристальную репутацию. И ценит в мире, потому что в нужный момент он может сказать твердое «нет». Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в студии «Воскресного вечера». Господин министр, добрый вечер, решите вас поздравить с профессиональным праздником и в вашем лице всех ваших коллег, которые ведут важную и крайне тяжелую работу. Раньше казалось, что профессия дипломата окружена такой романтикой. Сегодня кто такой дипломат? Сегодня дипломат, я бы сказал, это, если он настоящий дипломат, это эрудит, это человек, который глубоко знает историю, прежде всего, своей страны. И знает все риски, все события, которые извне происходили своего государства за прошлые годы, столетия, тысячелетия. Потому что сейчас в любом регионе земного шара истории возвращаются. Либо в виде возрождения религиозных чувств, либо в виде возобновления проектов некогда могущественных империй, которые затем распались. Но сейчас могут возродиться в иных формах, в форме новых объединений. Так что дипломат должен знать историю и, в принципе, быть эрудированным человеком. Он должен знать не один язык иностранный. Вы знаете три. И, конечно, он должен знать прекрасно свой родной русский язык, потому что все, что мы делаем, в итоге воплощается в документы с предложениями. Психологические способности, безусловно, важны, потому что в этой профессии, как и в целом ряде других, очень важно почувствовать собеседника, почувствовать, насколько он готов откровенно и доверительно с тобой разговаривать. Но это все методы, я бы сказал, это все оснастка. Прежде всего, дипломат, конечно же, должен любить свою родину и должен быть готов отдавать все силы для служения Отечеству. Это невысокие слова. На самом деле, без этих качеств на дипломатической работе делать нечего. Опасная профессия? Профессия, безусловно, сопряжена с большим количеством рисков. Дипломаты работают в государствах, которые стали ареной кровопролитных кризисов, конфликтов. И многие из дипломатов рискуют своей жизнью в целом ряде ситуаций. И это все непросто. А государство заботится о семьях погибших дипломатов? Да, мы благодарны руководству российскому за поддержку закона, который был принят несколько лет назад, одобрен правительством, одобрен федеральным собранием и подписан президентом, который излагает особенности прохождения государственной гражданской службы, службы в системе Министерства иностранных дел. Там предусмотрены существенные социальные пакеты, в том числе и забота о семьях тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей. Что зависит от Вас? Потому что, с одной стороны, всегда хочется представлять себе и такого Горчакова, который одним розчерком пера может отыграть назад военные поражения, добившись дипломатических побед. А с другой стороны, да, Вы выстроили кофе Аннона, который пытался Вам запретить курить, объяснив ему, что все-таки в здании он, он скорее управдом, а не диктатор, и отстояли свое право на курение в тот момент. У Вас проблемы с друзьями, очевидные, потому что Байден-то Вам друг хороший, как Вы сказали, а отношения с Америкой не очень. И Вы точно не очень ладили с предшественниками господина Байдена, как с госпожой Райс, так и с госпожой Клинтон. Не с предшественниками Байдена, а с предшественниками господина Керри, с которым у Вас лично хорошие отношения. Так вот, что зависит от Вас и от Ваших личных хороших отношений? Ну, во-первых, я бы сказал, что Арсан Михайлович Горчаков не одним розчерком пера компенсировал поражение в Крымской войне. Все-таки на это потребовались годы кропотливой, терпеливой работы, и работы, которая прежде всего касалась нашей внутренней собранности, внутреннего сосредоточения России, как он об этом говорил. Во-вторых, не хочу обижать Кофиана, но он мой очень хороший друг, я его предельно уважаю. И мы с ним, после того, как он объявил о своем решении, а я это решение оспорил со ссылкой на решение Генеральной Ассамблеи, мы с ним с улыбкой вспоминали эти эпизоды, когда сидели в его офисе на 38 этаже здания секретариата ООН, и он курил при этом гаванскую сигару. АПЛОДИСМЕНТЫ Что касается отношений с Соединенными Штатами, вы знаете, личные отношения в подавляющем большинстве случаев были очень неплохими. Так было и в период предыдущей администрации, республиканской, когда у Джорджа Буша с нашим президентом Владимиром Путиным были очень хорошие личные отношения. У меня были тоже личные отношения, вполне и вполне доверительные с Кандализа и Райс. Беда была в том, что этот хороший личностный аспект никак не транслировался на ступени исполнительной власти и не воплощался в конкретных делах. Причем я не хочу, как говорится, выглядеть здесь, чтобы Россия выглядела здесь безупречной, но торможение в подавляющем большинстве случаев наблюдалось с американской стороны. Даже не только торможение, а действия, которые напрямую противоречили тому, о чем договаривались президенты, о чем достигали понимания. Я не хочу провести примеры, это принадлежит еще совсем недавней истории, когда-нибудь о них, наверное, можно будет сказать. Ну или, скажем, с грифом, с этическим грифом конфиденциальности. Хотя ваши коллеги с той стороны порой позволяли себе приступать через этические нормативы и давать довольно неприятную утечку информации. Ну, у каждого, наверное, свои манеры, свое понимание служебной этики, так что я не буду это комментировать. При администрации Обамы тот самый Джо Байден, будучи избранным только-только вице-президентом в начале 2009 года, выдвинул этот самый термин «перезагрузка», который мы восприняли как понимание новой демократической командой в Белом доме контрпродуктивности того, как относилось к отношениям с Россией предыдущей администрации Джорджа Буша. И, собственно, дальнейшие шаги, уже практические шаги, которые делал Вашингтон, подтвердили, что это примерно правильные ощущения. Потому что мы перестали видеть такие, знаете, достаточно аррогантные действия, которые напрямую противоречили российским законным интересам и в нашем ближайшем окружении, и в других районах мира. Это отнюдь не означает, что новая американская администрация отказывается от продвижения своих интересов, как она их видит и в той же Центральной Азии, и в Закавказье, да и, в принципе, вокруг Российской Федерации. Это не значит, что новая американская администрация, но она уже не новая, а новая и старая, что она отказывается от своих планов противоракетной обороны, совсем нет. Но тональность и самоведение, сам стиль ведения переговоров и диалога существенно изменились с приходом власти Обамы. Это всегда плюс. Во-вторых, помимо тональности на всех уровнях, изменилась и практическая отдача от этих разговоров. И кто-нибудь нам практически отдали? Практически никто никому ничего не отдавал. Отдача была от того, что обе стороны стремились найти взаимоприемлемые договоренности, которые отражали бы баланс интересов. Так был заключен договор об СНВ, так вступило в силу соглашение о сотрудничестве в мирном использовании ядерной энергии, которая, кстати, весьма и весьма выгодна и российским, и американским корпорациям, которые занимаются атомной энергетикой. Так было принято решение о создании президентской комиссии, которая на первых этапах очень эффективно работала. Было создано более 20 рабочих групп от сельского хозяйства, инвестиций до космоса, военного сотрудничества. Сотрудничество, конечно, в сфере международной безопасности. И вдруг Акт Магнитского. Вот так хорошо-хорошо, и потом нам бах! И еще добавлю, Володя, еще добавлю такую важную вещь, как соглашение об облегчении визового режима для туристов и бизнесменов. Не для чиновников, а для туристов и бизнесменов. Акт Магнитского это больше по чиновникам. Потом появился Акт Магнитского, который из ниоткуда абсолютно, потому что если американские власти хотели наказать кого-то из россиян, не пуская на свою территорию, то это можно делать без всякой помпы. Каждое правительство, каждое государство в соответствии с международным правом может не пустить кого угодно без объяснения причин. Ради бога. А если хотите арестовывать щита, ну, если доказываете их незаконное происхождение, это тоже вполне допускается международным правом. Поэтому этот акт был демонстративный. Он был задуман, я убежден в этом глубоко, для того, чтобы нам жизнь медом не казалась с отменой поправки Джексона Венника. Не отменять ее американцы уже не могли, потому что с нашим вступлением в ВТО сохранение поправки лишало их тех преимуществ, которые в торговле с нами обретали другие члены Всемирной торговой организации. А отменять ее просто так задаром им как бы было вот, ну, не хотелось. Но это в первую очередь показывает их негативное отношение к нам. То есть это показывает не отношение равноправных партнеров, а некого, ну, по крайней мере, более сильного во дворе, который указывает, мол, знаете свое место. Да, это абсолютно так. Это желание конгрессменов, потому что это все-таки инициировано было в Конгрессе, желание конгрессменов руководствоваться вот этим старым стилем «Америка номер один», «Америка рулит», и все остальные будут делать то, что мы говорим. Но сама форма, вот в которой это отношение проявилось в связи с Российской Федерацией, она показывает, что помимо вот такого изливания желчи, у американцев больше других-то способов доказать, в кавычках, что они одни могут все делать, как они хотят в мире, не существует. Они не могут, не могли и не могут в одиночку хоть что-то сделать в Афганистане. Они, правда, и в составе коалиции мало что могут сделать, потому что ни террористическая угроза никуда не делалась, а наркотическая угроза в разы увеличилась, если не на порядке. Они не могут решить проблемы, связанные с распространением терроризма, оружия массового уничтожения, наркотрафика, организованной преступности. Они уже физически не в состоянии, хотя они остаются крупнейшей, наиболее мощной военной, экономической, финансовой державой, они не в состоянии в одиночку ни одну проблему решить. Недаром Обама, когда он выступал с посланием Конгрессу, вступив в должность в конце января, он сказал, что Америка будет стремиться решать любые проблемы обязательно в сотрудничестве с международными партнерами. Зачем нам-то? Нас же все равно обманут. Как обманули по Ливии, как регулярно обманывают по Сирии. То есть мы каждый раз им доверяем, считая, что они одумаются, они каждый раз делают все равно, что хотят, а мы потом говорим, неловко как-то получилось. Но сейчас мы им нужны, судя по всему, для Ирана. Но как только эта ситуация закончится, нас опять чем-нибудь будут пытаться высечь. Мы-то зачем каждый раз... А когда я сказал, что мы им доверяем? Да, но мы им не доверяем, но никак и не мешаем. Ну, знаете, здесь нужно руководствоваться прежде всего нежеланием, так сказать, на зло Америке уши отморозить, а своими прагматическими интересами. Пока в Афганистане находятся международные силы и хоть что-то пытаются сделать, безуспешно да, но без них было бы в разы хуже. На наших границах. Пока они там находятся, ну, поток наркотрафика, если бы их там не было, он вырос бы еще больше. Вот в чем смысл. Если бы их там не было, то террористическая угроза выплеснулась бы через границы Афганистана в Центральную Азию, оттуда и к нам, на Северный Кавказ особенно. Хотя по некоторым данным, там поток наркотрафика только вырос после перехода американских войск. Он бы вырос еще больше. Нет, я считал данные о том, что американцы нелегально также участвуют в тайне от своего командования в этих процессах. Это вещи, которые мы обязательно берем на заметку, и не просто берем на заметку, а предметно изучаем и разрабатываем. И в ситуациях, когда информация о причастности кого бы то ни было к наркотрафику подтверждается, мы эти вопросы решаем достаточно прямо и честно, не пытаясь их заметать под ковер. Но Америка в одночасье не изменится. Их надо приучать к тому, что дела можно вести только на основе равноправия, на основе баланса интересов и взаимного уважения. И где мы их приучили? Я бы сказал... Где хоть один пример приучения? Примеров приучения я пока привести вам таких вот ярких не могу, но то, что Обама сказал, что они в одиночку уже ничего не могут, это, по сути дела, было упаковано в такие красивые фразы, но смысл был такой, мы одиночку уже ничего не можем и не сможем делать. Привыкают к изменению имперского статуса долго и постепенно. И я думаю, что то, что сейчас происходит в отношении Сирии, то, что сейчас происходит в отношении Ирана и наши принципиальные позиции, которые опираются на факты и на анализ, мы эти факты, этот анализ не скрываем, мы его предъявляем. И ответить на это мало что можно с точки зрения даже формальной логики и с точки зрения прагматизма. Да, приходится через вот эти практические подходы к конкретным абсолютно кризисам Сирии, Иран, Мали, наконец. В Мали Франция воюет против тех, кого она же вооружала в Ливии против Каддафи, в нарушение эмбарго, который ввел Совет Безопасности. И который теперь воюет в Сирии также против Асада. В том числе и в Сирии. Они воюют и в Сирии против Асада. И по оценкам, понимаете, наши западные коллеги, да и некоторые коллеги из стран региона, говорят красивые фразы по-прежнему, что Асад мясник, Асад преступник, он должен уйти. Вот оппозиция, это сирийский народ, стремление к демократии, к тому, чтобы самим свою судьбу определять, без диктаторов. Это все продолжает звучать с трибун. Я что-то подобное слышал, по-моему, и в Ливии. Естественно. А потом посла. Соединенных Штатов в Ливии растерзали на части. Да, внутри этих государств, в разведсообществах, в МИдах. Ну, сейчас в современном мире мало что можно скрывать, поэтому информацию мы имеем. Мы знаем, что их анализ, который они для себя делают, честный анализ, он абсолютно совпадает с нашей позицией, которую мы открыто излагаем. Но признать это означает расписаться в собственной неправоте и в отсутствии у них, у самих какого-то общего комплексного взгляда на регион. Ну, например, сейчас французы достаточно победоносно шефствуют по Мали. И мы поддержали их миссию, поскольку она была легитимна, обратилось действующее руководство этого африканского государства напрямую к Франции, обеспечить восстановление территориальной целостности Мали. Мы эту миссию поддержали. И французы сейчас достаточно легко, таким маршем почти парадным проходят и занимают позиции, уже оставленные террористами. Но вопрос, хорошо, скоро они всю территорию Мали освободят. А куда эти ребята делись-то, с которыми никто не мог совладать? Они наверняка рассосутся по соседним странам, и там придется уже какие-то экспедиционные решения принимать. Вот неспособность оторвать голову от одной точки на карте и посмотреть на весь этот регион, меня очень удручает. Неспособность наших партнеров. Мы им предлагаем такое дело. А мы видим? Мы это видим. Мы разве своей политикой не теряем остатки того влияния, которое было еще у Советского Союза в арабском мире? Разве мы сошли со страниц газет малого сатаны и стали уже большим сатаной? Ведь те страны, которые раньше нас воспринимали как своих друзей и спасителей, теперь нас воспринимают как одного из врагов. Мы там теряем и торговые, и военные позиции. Не совсем так. И я бы даже сказал, совсем не так. Мы, в отличие от большинства других государств, которые так или иначе занимаются сирийской проблемой, повседневно, регулярно разговариваем со всеми заинтересованными сирийскими странами. И с правительством, и со всеми, без исключения, группами оппозиции. Я вот встречался несколько дней назад в Мюнхене, когда там была конференция по безопасности, с руководителем национальной коалиции сирийской оппозиции, революционных сил, как она называется, господином Хатыбом. Мы встречались с другими представителями, включая Сирийский национальный совет, который считается непримиримым противником Асада и режима в целом. Не было ни одного оппозиционного деятеля, который не сказал бы, что они не мыслят будущее своей страны и этого региона без активного вовлечения Российской Федерации. Этим странам, этим политикам, по крайней мере, гораздо комфортнее иметь многовекторные связи, и иметь не одну точку опоры, потому что она всегда бывает не очень устойчивой, а несколько, и обеспечивать таким образом баланс. Даже Ливия... Тем более, пример, Египта показал, что опора на Америку уж совсем ненадежна. То, с какой скоростью американцы сдали Мубарака, конечно, показало всем арабским странам, что этому партнеру доверять нельзя. Ну, это к вопросу, мы обращали внимание на этот аспект в тот период, это к вопросу об такой, знаете, государственной, дипломатической, да и чисто человеческой порядочности и этике. Но новые ливийские власти, при всем том, что они далеко не контролируют всю территорию страны, а, в общем-то, для всего региона и для интересов стабильности вот в этой части земного шара было бы важно, чтобы они восстановили этот контроль, но дело дается очень туго. И мы стараемся им в этом помогать через тот же Совет Безопасности. В Ливии работает миссия ООН, которая занимается наведением мостов между центральными властями, которые признаны легитимными, и руководством провинции, которая состоит из различных кланов. Но ливийские власти посылают нам прямые сигналы о том, что они заинтересованы восстановить работу над теми проектами, которые начали осуществляться при Каддафе. То же самое происходит и в отношении Египта. Возьмите пример Ирака. В 2003 году мы выступали категорически против того, что делали там американцы во главе коалиции. Сейчас к нам приезжает премьер-министр Ирака, с нами общается президент Ирака. Они хотят развивать и экономическое сотрудничество, создают условия для работы наших компаний, там нефтяных, энергетических и прочих, заинтересованы в покупке нашей продукции военного назначения. И это Ирак, который сейчас возглавляется правительством, пришедшим к власти на американских штыках, по большому счету. Поэтому мой ответ, мы не можем, когда говорят, вот почему мы не бьемся за свои позиции. Мы не будем биться за свои позиции, направляя экспедиционный корпус в регион и создавая себе очередные Афганистаны. Никогда и ни за что. Мы будем поддерживать отношения со всеми странами региона, работая с легитимными властями. Мы будем работать и с оппозицией. И будем побуждать всех их к тому, чтобы они свое недовольство, которое прорывается то там, то здесь, скажем, длительным сроком правления одной семьи или отсутствием гражданских свобод, как во многих странах региона происходит, там есть монархия, как вы знаете, чтобы это недовольство, которое прорывается, оно служило стимулом для эволюционных преобразований. А не революционных. Революции, как показывает практика, до добра не доводят. Объясните мне. У вас очень сильные позиции в российском политическом истовышенном. Вас очень уважают. Вы много лет министр. Почему вы так жестко выступили против закона Димы Яковлева? Я не выступал против закона Димы Яковлева. Я выступал в пользу того, чтобы соглашение, которое мы с американцами заключили после двух лет тяжелых переговоров о сотрудничестве в области международного усыновления и удочерения, чтобы оно продолжало действовать. Объясню. Соединенные Штаты единственная страна, откуда поступают совершенно возмутительные сообщения о том, как многие семьи относятся к нашим детям. Я сказал многие сознательно. Да, иногда приводят цифру, что где-то 60 тысяч усыновленных и только 19 случаев гибели детей. Но, во-первых, каждая жизнь самоценна, тем более жизнь ребенка. Во-вторых, это только те, кто погибли. А там еще есть случай, когда приемные родители насиловали своих детей. И девочек, и мальчиков, кстати сказать. И был принят закон в Соединенных Штатах имени нашей девочки, которая много лет подвергала сексуального насилия. И это только случаи, о которых стало известно из средств массовой информации, когда уже дело дошло до громких судебных процессов. Особенность усыновления в США заключается в том, что дети сразу получают американские имя и фамилию. И их российские имена и фамилии просто забываются. И больше не фигурируют ни в каких документах. Хотя формально они остаются гражданами России. Формально остаются гражданами России. Но американцы не признавали их российского гражданства, как только давали им свое. И это мы изменили тем самым соглашением, о котором я говорю. Но когда человек уже, ребенок, потерял свое имя и фамилию, русское имя и фамилию, и получил американское, и сообщается о том, что произошло что-то с этим ребенком, это вообще невозможно отследить. Потому что американцы не ставят нас в известность о том, что что-то произошло с усыновленными детьми. По их законам вообще ребенок усыновленный приехал, привет. Больше его никто не видит, кроме приемной семьи, школы уже. Так что, судя по вашему слову, американцы это исчадие ада? Это не исчадие ада. Я не могу делать такие эмоциональные характеристики. Я могу только руководствоваться статистикой. В США проблем с насилием в семьях очень много. Безотносительно того, усыновлен ли это ребенок, усыновлен ли он из России или из другой страны. И огромное количество случаев остаются за рамками нашего внимания. Но статистика, которую недавно Павел Астахов приводил в печати, она достаточно серьезная. И не случайно целый ряд государств, которые имеют отношение с американцами в этой же области, испытывают серьезные проблемы. Поэтому то, что мы обязаны были ответить в законе Адиме Яковлеве на акт Магнитского, то, что мы должны были отреагировать так, как мы отреагировали, у меня сомнений нет. Я также убежден, что можно понять желание авторов закона заморозить новые усыновления в Соединенные Штаты Америки для американских родителей. Потому что соглашение, о котором я говорил, оно вступило в силу, но Госдепартамент и прочие американские власти никак не были заинтересованы в том, чтобы его выполнять. Они по-прежнему ссылались на то, что проблема усыновления регулируется законодательством Штатов. Но мы для того соглашения это и подписывали, и в нем зафиксировано, что да, законы Штатов, они действуют, но федеральная власть берет на себя ответственность добиваться доступа к детям, которые усыновлены в том или ином Штате, добиваться того, чтобы эти Штаты выполняли договоренности. А когда во Флориде мы узнали тоже из газет, что суд во Флориде лишил родительских прав усыновителей Максима Бабаева, мальчика, которого, как выяснилось, и били, и папа его насиловал, мы потребовали доступа к этому мальчику. Нам Вашингтон сказал, идите в суд во Флориде. Мы пошли в суд во Флориде, суд отказал. Мы сказали Вашингтону, вы обязаны по этому соглашению нам обеспечить доступ, объясните суду в конце концов. Когда вам надо, вы в суду все объясняете. И опять никакой. Мы несколько раз обращались в суд, и так доступа и не получили. Поэтому нежелание продолжать усыновление в Соединенные Штаты, и здесь, кстати, надо еще разобраться с нашими агентствами, которые отдавали детей, порой, как выясняется, не вполне соблюдая закон Российской Федерации. Но, в принципе, соглашение могло бы быть полезным для того, чтобы мы имели моральное и юридическое право требовать от американских властей информации. Да, есть такая точка зрения, что они все равно бы не смогли ничего сделать, не захотели бы ничего делать, и Штаты по-прежнему бы нам давали отворот-поворот. Но иметь все-таки юридическую базу, чтобы постоянно ставить эти вопросы, это важно. Кстати, мы такую базу сохранили в виде консульской конвенции между нашими странами еще прошлого века, но она действует. И, между прочим, последний шаг, хотел бы сказать, наверное, не случайно, несколько стран, у которых тоже были соглашения с американцами, в последнее время эти соглашения денонсировали, в частности, Вьетнам это сделал. Вы мне скажите, вот это вы мне ответили, как министр иностранных дел Российской Федерации, или как гражданин Сергей Лавров? То есть, вот у гражданина Сергея Лаврова отношение к иностранному усыновлению совпадает с позиции министра иностранных дел? Ну, знаете, я бы сказал так, я как гражданин и как министр целиком за то, чтобы прежде всего мы разобрались с тем, что у нас дома происходит усыновление. Это очень важно. С этим я сто процентов согласен. И международное усыновление это не от хорошей жизни. Кстати, Конвенция о правах ребенка прямо гласит, что абсолютный приоритет создавать условия в стране участниц этой конвенции для того, чтобы граждане этой страны усыновляли детей, которые оказались по каким-то причинам без родителей. И лишь в качестве уже крайнего варианта допускается международное усыновление. Но в этой конвенции записано, что международное усыновление допускается при обязательном обеспечении контроля страны, откуда ребенка усыновили, за тем, как с ним обращаются в стране усыновления. И обращу внимание, Соединенные Штаты эту конвенцию не подписали, не ратифицировали и не собираются это делать ровно потому, что Конгресс Соединенных Штатов против того, чтобы кто-то контролировал, как живут усыновленные дети. — Большой скандал был связан также и в дипломатических кругах с самоубийством нашего оппозиционера господина Далматова, которое произошло в цивилизованной Европе и с проблемами с получением его тела на родину. Какую роль в этом играл МИД, чтобы тело вернулось к матери? — Вы упомянули термин «оппозиционер» Далматов. Для нас он гражданин России и абсолютно неважно, какие политические взгляды у этого гражданина, для нас важно, что гражданин России погиб. — То есть вы защищаете гражданину России не в зависимости от их политических взглядов? — Это требование закона, это просто, я считаю, наша моральная обязанность, помимо прямой служебной обязанности. Я читал вчера такую, скажу откровенно, мое личное впечатление, разухабистую статью в «Независимой газете» про нерасторопность преступную или смертельную нерасторопность, власть она называлась, где все было извращено до предела. Было сказано, что наши дипломаты в Голландии в одном месте палец о палец не ударили, чтобы отправить тело на родину, а во втором месте сказано, что чуть ли не активно препятствовали отправке тела на родину. Я не знаю, каким мотивом руководствовался автор этой статьи, он ссылается на каких-то голландских правозащитников. Мы знаем многих правозащитников, у них бывают свои взгляды на вещи, у голландских тем более, как вы сами понимаете. И факты таковы. Все произошло 17 января. Утром, вечером нам об этом сообщили, у них есть управление экстрадицией и репатриацией. Утром 18 января на следующий день были направлены ноты и в Министерство иностранных дел, и в Министерство юстиции Голландии с требованием срочно провести расследование и нам сообщить, что произошло с нашим гражданином. После этого мы не раз напоминали об этом и в Миде, и в Минюсте, включая необходимость как можно скорее завершить формальности, чтобы мы могли отправить тело на родину. Тело было передано из управления по экстрадиции и репатриации в похоронное бюро, которое просто было выбрано голландскими властями, где-то 29 января. И 29 января наш посол в очередной раз попросил у Министра юстиции направить нам необходимые документы для того, чтобы мы могли тело отправить на родину. Документы к нам пришли от голландской стороны 31 января утром. К 6 часам вечера они были переведены. Это достаточно серьезная работа, это где-то 10 страниц такого убористого юридического текста. И наши консульские работники сделали это за несколько часов. Хотя похоронное бюро, которое в противном случае занималось бы этим переводом, просило на эту работу неделю. 31 января вечером документы были переведены, 2 февраля вечером тело было отправлено на родину. Вот собственно говоря и все. Где здесь нерасторопность, я честно говоря не понял. Ну вообще вся ситуация крайне неприятная. А такие ситуации случаются достаточно часто и всегда ли МИД действует столь профессионально, четко и ясно? Или это была все-таки политически окрашенная ситуация, поэтому пришлось вмешиваться? Нет. В той же ситуации печальной с Коста Конкордией, когда этот паром перевернулся у берегов Италии, опять же несмотря на попытки навесить на нас ярлык нерасторопных, мы были первыми, кто связался с нашими пассажирами, которые были отправлены на берег. В гостиницу сразу приехали наши дипломаты, приехал врач, привезли еду, какие-то предметы первой необходимости. Потом, конечно, понимаете, иногда работа дипломатов воспринимается через комментарии тех, кто попал в чрезвычайную ситуацию и подвержен какими-то эмоциями. В случае с той же Коста Конкордией, я помню, показывают Пулково и какие-то питерские туристы возвращаются из Италии после всего, что они пережили там. Их спрашивают, ну как там, вам помогали? И молодой человек отвечает, ну МИД даже денег нам не дал на обратный билет. Мы этого не можем сделать, потому что за билет отвечает компания, которая застраховала этот рейс. И у нас есть возможность, у наших посольств и консульств покупать билеты для отправки людей домой, только когда они оказываются в ситуации, угрожающей их жизни и здоровью. Это вот постановление правительства, которое нам такие полномочия дает. В остальных ситуациях надо разбираться в каждом конкретном случае, но отправить многие десятки пассажиров, у которых есть полное право воспользоваться своим билетом и страховкой, которую компания предоставила. Просто надо понимать, что у нас нет такого, знаете, мешкать с деньгами в каждом посольстве, откуда по любому обращению наших граждан мы выплачиваем деньги. А какие страны самые проблемные? Где чаще всего дипломатам приходится заниматься помощью туристам или нашим гражданам? Ну, те страны, где больше всего туристов. Это Египет, это Турция, это Таиланд. Бывали случаи в Доминиканской республике. Кстати, во всех этих точках мы сейчас резко, ну не резко, хотим резко, но есть финансовые проблемы. Хотим резко нарастить свое консульское присутствие. Например, в Анталии на около трех миллионов туристов ежегодно, которые Турцию посещают, у нас три консульских работника. Маловато. А обращение по статистике обращается за помощью или попадает в какой-то случай неприятный каждый пятитысячный. Я правильно понимаю, что работа в Анталии воспринимается Сатурнику МИДа как ссылка? Плохо себя вел, поедешь в Анталию. Ну, все-таки ссылка на курорт, но там, к сожалению, им приходится работать не в купальных костюмах, а в брюках, галстуках, рубашках. Ну, тут один гражданин в купальном костюме вам регулярно письма пишет, рассчитывая на помощь. Я о нем вспомнил, да. Да, господин Полонский. Он не пишет мне письма, кстати, Володь. Как? А королю пишет? Он вывесил это обращение на сайте. Когда все это произошло, когда их обвинили вместе с его друзьями в создании угрозы здоровью населению и незаконному удержанию людей, по-моему, мы сразу обратились к нему, спросив, что требуется. Было сказано, что все нормально. Он предпочитал полагаться на какого-то своего делового партнера местного и на адвокатов своих. Мы следили за тем, как идет изучение этого вопроса или расследование этого вопроса по линии камбоджийских ведомств. И когда появилось это письмо, вывешенное в интернете, мы поняли из письма только одно, что ему нужен врач. И врач, который к тому времени уже пару раз там бывал, поехал еще раз, где-то в конце января, осмотрел и его, и двух его товарищей. Они, в общем-то, их состояние здоровья не внушает опасений. Вот, собственно говоря, и все. Мы, опять же, не потому что... А срочная психиатрическая помощь не входит, как я понимаю, в компетенцию МИДа. Я просто читал несколько писем господина Полонского, и они... Я согласен, с вами ему нужен врач. Опять же, мы обязаны отстаивать права любого российского гражданина. И мы следим за тем, как развивается этот процесс, просим камбоджийские власти не затягивать его искусственным образом. Но, к сожалению, как они нам говорят, и мы это видим тоже, Порой сами, вот, оказавшиеся в этой камбоджийской ситуации наши граждане, вольно или невольно затягивают процесс. То отказываются от очередных встреч с теми, кто ведет следствие, то достаточно вызывающе себя ведут по отношению к камбоджийским сотрудникам этого пенитенциарного учреждения. Так что мы хотим поскорее эту проблему разрешить, но для этого советуем и им тоже, все-таки, более конструктивно подходить к разговору с камбоджийской стороной. Сергей Ильич, вопросов так много, а времени всегда так мало. Вы хотя бы посетили более ста стран, занимаетесь очень опасной работой. Я так смотрю экстремал, и судя по тому, как вы прячете руку, рука травмирована. Футбол или рафтинг? Володь, мы не будем о личном, давайте. Понятно. То есть, значит, и футбол, и рафтинг. Ну, рафтинг, рафтинг в декабре, это, наверное, не очень реально. Вот это совсем экстремально. Потому что рафтингом я занимаюсь только в России, а в России в декабре уже тяжеловато. Тяжеловато. Зачем при вашей тяжелейшей работе, при вашем тяжелейшем рабочем графике, вы постоянно подвергаете свое тело дополнительным испытаниям? Ну, это не испытание, это закалка. То есть, это тот адреналин, который необходим, чтобы быть в форме? Ну, я считаю, что в форме должен быть любой нормальный человек. Чем бы он не занимался. Тем более, сейчас, как я понимаю, вам предстоит достаточно плотно общаться с человеком, с которым у вас очень хорошие личные отношения, и который тоже такой прошел экстремальную закалку, правда, во время Вьетнамской войны, это господин Керри. Вы ожидаете резкого потепления отношений? Потому что, как я знаю, у вас лично очень хорошие отношения. У меня были личные хорошие отношения с его предшественницами, как я уже сказал. С Джоном Керри на самом деле эти отношения были выстроены независимо от тех должностей, которые мы занимали. Это просто как-то вот человеческая такая взаимная симпатия. Приятный человек? Человек очень приятный, очень опытный, очень нацеленный на результат. Я думаю, что сейчас вот эта энергия, которая в нем накапливалась в ожидании этой работы, она сейчас проявится. Я надеюсь, что проявится конструктивно. Мы с ним уже разговаривали. Я знаю, что он собирается в ближайшее время в качестве своего приоритета посетить ближневосточный регион. Это понятно. Договорились также, что мы в самые ближайшие недели проведем встречу, место и сроки, согласуем дополнительно. Я не ожидаю, как я не ожидаю от любой американской администрации, радикальных перемен внешнеполитического курса. Курс остается прежним. Он, по большому счету, не зависит, его магистральная направленность не зависит от персоналий. Персоналий придают тот или иной контекст, но курс на то, чтобы США оставались доминирующей державой в мире. Он не изменен. А где тогда наш курс? Его все труднее проводить этот курс, потому что, как я уже сказал, американцы все больше и больше сталкиваются с ситуациями, в которых они в одиночку сделать ничего не могут, и вынуждены искать партнеров по коалициям, коалиции по интересам. Это могут быть коалиции одноразовые, как, скажем, в Афганистане, как в Ираке было. Это могут быть коалиции, которые уже формируются на базе действующих структур, типа группа 8, которые обрастают различными диалогами с Африкой и с другими странами. Это может быть что-то иное. И, конечно же, НАТО, как правовой каркас западного военно-политического союза, также остается не просто в повестке дня, а остается в центре американских усилий по разделению ответственности. А где наш курс? Где мы с Америкой, с Европой, с Китаем воссоздаем СССР? Мы где? Нам такой роскоши истории не предоставляет. Мы обязаны, прежде всего, быть Россией и быть притягательной для наших зарубежных партнеров. Притягательной не только запасами наших ресурсов, нефти, газа, минералов, воды пресной, но привлекательной нашим интеллектом, который у нас один из лучших в мире. Привлекательной нашей культурой, историей, нашим языком, который нужно более активно поддерживать в зарубежных странах. И, конечно, должна быть привлекательной нашей внешней политикой. И я не хочу давать оценки самому себе, нашему ведомству, но та политика, которую определил президент Российской Федерации, которую он проводит и которую, по его указанию, мы проводим, она, несмотря на некоторые эпизоды типа Ливийского, она приносит свои результаты и она воспринимается в мире с уважением. Нас уважают именно за то, что мы не бежим за какой-то сегодняшней однодневной конъюнктурой, что мы принципиально видим мир своими глазами. Может быть, кто-то с этим взглядом не согласен, но мы последовательно проводим одну и ту же линию, что в мире нужно взаимоуважительно, коллективно решать самые сложные вопросы. Я, кстати, наверное, вот чем закончу этот вопрос. Когда мы встречались в Мюнхене с Джо Байденом, вице-президентом США, он сказал, что при всех наших разногласиях, о этой противоракетной обороны, акт Магнитского, все, что с этим связано и целый ряд других вещей, у нас очень много совпадающих интересов. И дальше он сказал, прежде всего, в том, что касается международной стабильности. Мы, как две крупнейшие ядерные державы, несем ответственность за глобальную безопасность. И, как следствие, мы сотрудничаем так или иначе практически по любому серьезному региональному конфликту и кризису. И он мне сказал такую вещь, что единственные две столицы в мире, куда всегда обращаются участники любого конфликта, это Москва и Вашингтон. Единственные. И не потому, что, скажем, тот же Брюссель, Пекин, Дели, Токио менее значимы на мировой арене. Это он говорит дальше. А потому, что и Москва, и Вашингтон воспринимаются, как страны, которые, если они между собой договорятся, то, значит, решение будет найдено. И, наверное, это нужно ценить, такую нашу роль. Я ему ответил очень просто. Я сказал бы, что если это Ваша оценка, то, по большому счету, я ее принимаю. Но если именно так Вы видите наше место в международных отношениях, то причина тому единственная, что мы занимаем свою независимую, самостоятельную позицию по каждому международному вопросу. Поэтому с нами считаются. А если бы мы просто, ну, извините, поддакивали каждый раз, ну, наверное, были бы в ряду тех, о ком и редко вспоминают, когда пытаются подступиться к какому-то серьезному вопросу. Сергей Ильич, Вы говорили, я просто по журналистски понимал, что не имею права не задать этот вопрос в самом конце. Вы упомянули, несмотря на ливийский инцидент, говоря о сбое дипломатической службы. Что конкретно Вы имели в виду? Я имел в виду то, что после этого, значит, трагического развития нам действительно говорили, что Вы потеряли арабский мир. И этого в итоге не произошло. Потому что говорилось это на эмоциях. И говорилось это в ситуации, когда вот была эйфория такая, знаешь, вот пришли революционеры, сейчас мы все решим, сейчас мы все сделаем. Кстати, лидер тогдашнего переходного правительства, господин Джибриль, на днях будет в Москве. Он сейчас возглавляет основную политическую силу Ливии. Так что мы из первых уст узнаем, что и как. Ну, то есть Вы не имели в виду довольно странное поведение посла в Ливии, которое показалось в какой-то момент времени вдруг перестал четко понимать политику. Нет, я не имел его в виду, так же, как я не имел в виду анонимный ролик, который появился в интернете. Но ливийский урок, и об этом президент говорил неоднократно, мы, конечно, не забудем. Потому что, когда и Россия, и Китай, и Индия, в общем, все поддержали первую резолюцию по Ливии, которая вводила оружейная эмбарго, и когда наши партнеры, коллеги из Франции и Катара публично бравировали тем, что они поставляют оружие оппозиции после этого, они не смогли нам ответить на вопрос, как это все можно объяснить. Это, правда, было уже ближе к завершению этой драмы, но ливийский и ливийский урок, он достаточно серьезный. И я убежден, что и наши западные партнеры этот урок сейчас учат по-новой. Потому что не только Сирия, но и Мали, как мы с вами выяснили, это отголоски и прямые последствия того, что в Ливии произошло. Это еще многие другие страны, куда из Мали эти ребята побегут, где они будут искать новое место приложения своих усилий. И это, в общем, посеян ветер.